МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика в студии Юлия Важенина. Прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Смотрите сегодня. Солнечный лучик в одном из столичных микрорайонов открылся детский сад. Из пробирки на грядку в хозяйствах республики идет подготовка семян к весеннему посеву. Время помогать. В Чебоксарах побывала певица Юлия Чечерина. Кабинет министров республики на внеочередном заседании одобрил проект закона, согласно которому величина прожиточного минимума останется прежней. Против уменьшения этой суммы высказался в Рео главы Республики Олег Николаев на прошлой неделе. В четвертом квартале величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила 9534 рубля. Она рассчитывается ежеквартально на основании данных территориального органа государственной статистики. В зависимости от потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, расходы по обязательным платежам. Прожиточный минимум влияет на социальные выплаты, которые рассчитываются в зависимости от его величины. Соответственно, если она остается неизменной, сохраняются и пособия, и компенсации. Мы хотим, чтобы мы уже дальше на основании этого закона могли реализовать решение Кабинета министров в интересах граждан, которые, в принципе, называются социально незасеченными. Но в любом случае, это те люди, которые должны находиться в зоне особого нашего внимания. И поэтому важно это решение зафиксировать и ускоренно принять. Исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова отметила, что предложенные изменения позволят сохранить объем социальной поддержки. А сегодня ее получают более 107 тысяч малообеспеченных жителей республики. Дополнительных средств из регионального бюджета на это не потребуется. Одобренные законопроекты внесут на рассмотрение в Государственный совет Чувашии. Сегодня в столичном микрорайоне Солнечный открылся новый детский сад. Современный, долгожданный, замечательный детский сад. Особо приятно, что детский сад находится в шаговой доступности. До ближайшего детского сада местным жителям приходилось добираться пешком не менее получаса. Открытие Лучика – настоящий подарок, признаются родители. Строительные работы продолжались почти год. И вот торжественный момент. Этот микрорайон застраивается активно. Среди местных жителей немало многодетных семей. Так что для дошколят в Лучике пришлось оборудовать сразу 14 групп. Из окна дошкольных групп весь микрорайон как на ладони. Из 250 воспитанников все местные жители. Среди 250 новоселов и семья Григорьевых в детский сад пришли и брат, и сестра. Все нормально, все хорошо. Даже не думали. Во всех садиках таких нет, наверное. Все нас обрадовали. В одной из мастерских ребята будут изучать гончарное дело. Вот и первый урок. Малыши лепят глиняные вазы. А вот какие у тебя ощущения возникают, когда ты что-то делаешь, и у тебя получается красивая вещь? Радуешься, наверное. Я думаю, наверное, мама гордится, что ты так красиво можешь делать. Для развития мелкой моторики, говорят воспитатели, лучше всего подходит лего-студия. Конструировать роботов – занимательная наука. Сегодня на территории города Тайф Прохрихтов 7. Два года назад мы вошли как пилоты в федеральный проект. Немало желающих записать малышей на курсы по плаванию. Бассейны сейчас оборудуют в большинстве современных детских садов. Такие проекты дошкольных учреждений должны стать типовыми, отметил Олег Николаев. Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро реализовать проектные решения, но и самое главное – просчитать будущие затраты. Поддержка образования останется одной из приоритетных статьей расходов бюджета, подчеркнул временно исполняющие обязанности главы региона. Современный детский сад, который именно сегодня открывается, когда имеет такой стандарт – это здорово. Очень много творческих мастерских. А это очевидно – это возможности развития подрастающего поколения. В микрорайоне должно начаться строительство еще одного детского сада, чтобы решить проблему нехватки мест. Ликвидировать очереди в дошкольные учреждения – ключевая задача. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика. Сразу после открытия детского сада временно исполняющий обязанности главы Чувашии встретился с педагогическим сообществом. Как в республике будет развиваться дошкольное образование – далее. Встреча с педагогами в формате открытого микрофона. Временно исполняющий обязанности главы республики отметил, что реализуя программу развития образования, местным властям важно наладить обратную связь. Елена Кадирова, которая и сама руководит детским садом в Ольгешево, рассказала о проблеме нехватки мест в микрорайоне. В нашем в очереди стоят еще 500 детей. Несмотря на то, что по городу во многих дошкольных учреждениях уже принимают детей с полутора лет, у нас в дошкольном учреждении по поселку Ольгешево еще трехлетние детки не охвачены дошкольным образованием. Проблема должна решиться в ближайшее время, отметил Олег Николаев. В Ольгешево и еще в пяти микрорайонах столицы уже намечено строительство новых детских садов. Немалые суммы направят и на ремонт дошкольных учреждений, возведенных в советские годы. В планах масштабные работы. Было 400, еще добавляем 116 миллионов рублей на реализацию тех задач, о которых вы говорите. Это вот как раз ремонтные работы тех детских садов, которые функционируют сейчас, с тем, чтобы их привести в более современный вид. Но предусматривая средства на капитальный ремонт в правительстве региона, учитывают и другие статьи расходов. Возможно ли, Олег Алексеевич, все-таки рассмотреть финансирование детских садов на приобретение игрушек и основных материальных средств. Эту задачу давайте будем ставить тоже, как и все остальное. Получается 116 плюс 2640, получается почти 160 миллионов рублей. Это как раз на содержание детских садов добавлено. И это вот как раз та статья, в том числе, скорее всего, о чем вы говорите. Давайте там внимательно посмотрим, как правильных использовать. Воспитание дошколят. На первый план выходят инновационные методики. Детские сады Чебоксар каждый год становятся обладателем мигрантов. В продвижении неординарных проектов правительство региона готово прийти на помощь. Подытожил Олег Николаев. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов и Павел Иритков. Республика. В хозяйствах республики идет подготовка семян к весеннему севу. От качества материала зависит будущий урожай. Вопросы семеноводства и фитосанитарного состояния угодья обсудили в Чувашской сельхозакадемии. Теплая зима диктует особые условия ухода за семенами. Мониторинг их качества ведется постоянно. Сначала на засоренность, а потом на всхожесть. Запрещают использовать для посева, посадки семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов и так далее. На территории Чувашской республики работает у нас 377 сельскохозяйственных предприятий, опытных и научных сельскохозяйственных учреждений 3. Это всего 562 сельскохозяйственных предприятий. Семеноводских хозяйств у нас на сегодняшний день 16. Специалисты признают, качество семян яровых, зерновых и зернобобовых культур в республике оставляют желать лучшего. Это связано с тем, что большинство сельхозтоваропроизводителей осенью закладывают неочищенные семена, которые в процессе хранения приобретают повышенную влажность. Естественно, там плесни начинают размножаться. Развивается очень бурно плесни. Вот вы видели 40-45% заплесненность семян. Сейчас из 100 тысяч тонн проверенных семян доля кондиционных составляет 70%. В последнее время хозяйства стали больше закупать со стороны элитный материал. Объясняется это тем, что увеличилось субсидирование на их покупку. Еще одна серьезная проблема теплой зимы – вредители, сохранившиеся в земле из-за непривычно теплых температур. В этом случае специалисты настаивают на химической обработке. Зашла речь на семинаре и о быстром распространении борщевика сосновского. Около 300 гектаров земель уже заражено. В этом году борьбу с этим растением активизируют. Агрономы и студенты обсудили, как в нынешних условиях бороться с некоторыми видами заразных болезней. В республике их выявлено около 30 видов. А такие вирусы и фитоплазмы, по мнению экспертов, способны существенно снизить урожай отдельных культур от 20 до 80%. И это серьезная угроза. Порой даже химикаты не дают ожидаемого результата. Сейчас начали внедрять биотехнологический метод размножения. Такая вот картошка из пробирки свободна от болезней и может сохранять защитные свойства до 5 лет. Новые сорта сельскохозяйственных культур испытывают в условиях региона. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. О системной работе по противодействию коррупции говорили сегодня на совещании в Доме правительства. Это важнейшая задача государства и общества. Здесь нужна координированная работа, отметил в Рио главы республики Олег Николаев. Особое внимание, по его мнению, стоит обратить на целевое освоение бюджетных средств. Число раскрытых коррупционных дел увеличивается. Это результат слаженной работы правоохранительных органов республики. Некоторые направления находятся на особом контроле. Безусловно, наиболее важным направлением работы является противодействие коррупции в органах государственной власти, где ее проявление особо опасно. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры. Путешествия в мир IT-технологии». В нем участвуют школы республики. Подробнее в нашем сюжете. Этот урок цифры проходит в столичной школе номер 40. Знания в сфере работы с компьютерами дают ведущие технологические компании, такие как «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Майл.ру» и другие. На их платформах школьники знакомятся с IT-профессиями. Системный администратор, специалист по безопасности, разработчик программного обеспечения. Этот перечень можно продолжить. Но для начала неплохо понять, как устроен компьютер. По такому принципу работают многочисленные программы. Дети узнают, как благодаря интернет-помощникам компьютер учится. А как он учится? Благодаря искусственному интеллекту. Использование искусственного интеллекта у нас встречается в умном доме. Тем самым мы можем управлять устройствами благодаря интернет-помощнику. Даже если ребята не планируют свою карьеру в сфере современных технологий, основу нужно знать. На этом держится весь окружающий мир. Но если учеба проходит в игровой форме, интересно вдвойне. Потому что наша жизнь связана с технологиями. Каждый день мы используем интернет, телефоны, различную технику. Поэтому дружить с интеллектом искусственным в наше время – это очень полезно и нужно. Со временем виртуальные помощники станут просто незаменимыми, уверяют нас специалисты. Готовиться к этому надо уже сейчас. Александр Соловьев, Павел Рядков, Республика. 20 февраля стартует Республиканский педагогический форум. Он начнется в полдень во Дворце культуры ЧГУ. В рамках форума будут работать мастер-классы с использованием высокотехнологичного оборудования, инновационные площадки с презентацией современных технологий по ускоренному развитию детей. Подведут и итоги первого года реализации национального проекта образования в Чувашии. Сегодня в 800 учреждениях всех уровней воспитываются, обучаются и получают дополнительное образование более 280. 1 тысячи человек. В системе образования трудятся 22 тысячи педагогов. Сегодня в Чебоксарах по приглашению благотворительного фонда «Время помогать» побывала известная певица Юлия Чечерина. Перед благотворительным концертом Юлия приехала в детский реабилитационный центр. Ограниченные в возможностях, но с безграничными талантами дети с удовольствием встречают всех гостей. Желающих продемонстрировать свои способности известной певице оказалось немало. Благотворительный фонд «Время помогать» взял под свой патронат детей из Донбасса. За это время реабилитацию в центре прошли 12 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы пытаемся эту программу развить, вывести на новую ступеньку, чтобы нас поддерживали и власти нашей республики, и какие-то бизнесы, заводы, организации. То есть сегодня Юлия Чечерина приехала совершенно поддержать нас, выступила перед детишками, было очень здорово. Будем сотрудничать с ней дальше, будем сотрудничать. Мы сейчас провели переговоры с общественной палатой, они нас будут поддерживать в этом деле. Поэтому мы считаем, что это дело очень нужное. И здесь нет границ, наши это дети или не наши дети. Дети, чужих детей не бывает. Сейчас в реабилитационном центре находятся две семьи из города Горловка Донецкой области. Здесь они получают все необходимые медицинские услуги – физиотерапевтическое лечение, психолого-педагогическую и социальную помощь. Нам назначили курсы, необходимые физпроцедуры. Дети очень довольны, особенно с восторгом бассейн посещают, где можно провести и научиться плавать. И Юлия, мы благодарны, она помогает нашим детям на бассе. Это большая поддержка. Такие встречи очень вдохновляют ребят. Выступление таких больших людей, скажем, наши дети, они на ура, когда выступают, и это очень они радуются. Они сами любят у нас выступать, и они очень любят подражать. Этих артистов смотрят, и подражание у них идет. Они пытаются делать так же, как вот они. Юлия Чечерина, в свою очередь, отметила, что в центре особая атмосфера. Ну, заходишь, и такое какое-то теплое атмосфера прямо сама, что видно, что любовь, по детям прямо видно, что они их любят, что, ну, ну, вообще классно. Мне такие нравятся штуки. Всякие волшебные там у них эти прибамбасы, на которых их волшебные комнаты, какие-то музыкальные вот эти. Классно тут, молодцы. Мы понимаем, что такое помогать другим. Всегда же лучше отдавать, чем получать. Всегда это, ну, как бы приятнее и полезнее вообще и для души, и для сердца. Ну, я большую часть своего времени сейчас посвящаю Донбассу, поскольку там идет война, там много детей, и детишек таких вот инклюзивных, и многие не имеют возможности получать помощь. Всем, конечно, сложно помочь, но стараемся. Помогать детям фонд намерен и дальше. А Юлию Чечерину уже ждут в Донбассе. Ольга Алексеева, Валерий Рязюков, Республика. Они служат не только Родине, но и искусству. Сегодня день военно-оркестровой службы Вооруженных сил России. Как проходят будни военных музыкантов Чувашии, узнала наша съемочная группа. Оркестр Волжские берега – единственный военный коллектив не только в городе Чебоксары, но и во всей Чувашской Республике. Четкий ритм, отточенность движений, безупречное владение музыкальным инструментом. Все это и не только должен уметь военный музыкант. Не каждый хороший музыкант может стать военным музыкантом. Это требует отмены физического здоровья, ведь мы, как и все военные, сдаем строевую подготовку, огневую, физическую. Годовщина образования военно-оркестровой службы традиционно отмечается 19 февраля. В этот день, более 300 лет назад, Петр I подписал указ о введении военных оркестров в штаты кавалерийских и пехотных полков. Сегодня без военного оркестра не обходится ни одно торжественное мероприятие. Коллектив активно готовится к празднованию 75-летия Победы. Музыканты дважды в неделю занимаются со взводом барабанщиков Чебоксарской кадетской школы имени Архипова. Ребята обучают всему – от правильной постановки палочек в руке до сложных ритмических рисунков. Юные барабанщики примут участие в парадном шествии 9 мая. Я барабанами честно начал заниматься в этом полугодии. Я каждый день готовлюсь дома, слушаю разные мелодии с барабанами. И с каждым разом у меня получается все лучше и лучше играть на барабанах. Парад мы хотим закончить наилучшим результатом. Хотим доказать всем то, что кадетская школа может не только хорошо шагать, но и играть на барабанах. Чтобы понравилось не только нашим братам, но и всем ветеранам. Валерия Друженец, Валерий Рязюков, Республика. Это главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра.